Всем привет, друзья! Мы продолжаем с вами играть на Majestic RP. После небольшого перерыва и где-то там начала рубрики «Админские будни», я возобновляю выпуск серии про Эви. Как уже некоторые знают, на сервере Majestic RP у меня появилась кураторка, то есть я могу там летать, наблюдать за игроками. Моделировать разные ситуации и прочее-прочее. Всё это будет в отдельном плейлисте под отдельной рубрикой. А всё, что касается Эви, ну скажем, здесь фигурирует некое подобие сезонов, как это раньше было в Сампе. Некая такая стори-лайн. В общем, закончили мы на том, что завершили очередной день РП, купив дом и машину, с превелико приподнятым настроением мы отправились на ярмарку автомобилей и там благополучно в ней поучаствовали, не заняв никакого места. Потому что, ну, чё с нас взять? Машину мы только-только свою купили. А на следующий день поутру прилетел Серёга на военном, непонятно, кстати, военном, не военном, прогулочном каком-то вертолёте. Да, эффектно ты появляешься, здорово. Найди, вот тебе квест, найти место, куда посетить эту крабадину. А тебе с высоты-то, наверное, лучше видно. А, ну, в принципе, ладно. Ну, можешь на пляж попробовать, сейчас к пляжу подойду, чё. Ты ж, блин, тут живёшь, ты должен знать, чё тут много, чё тут мало. Ну, тут много мест, куда нельзя посадить вертолёт, зато есть место типа пляжа. И прежде чем продолжить, ребят, хотел бы попросить вас написать в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я поснимал на Маджестике. Потому что в последнее время у меня действительно очень много инструментария появилось, и фантазий много, идей много, а вот на чём сконцентрировать своё внимание, я, конечно, немножечко теряюсь. Админские будни и сторилайн про Эви, это, конечно, хорошо, но, может быть, у кого-то есть из вас прям полноценные годные мысли и идеи. Мне бы было очень интересно почитать. Ну и, конечно же, не забывайте про промокод при регистрации на сервере. Этим вы мне очень сильно поможете. Да и себе, в принципе, тоже, как-никак. Это денежка для вашего игрового персонажа. Ну, продолжаем. Нифига ты, как, Настя, как этот космический пехотинец, блин, выглядишь. Ага, здрасте. Кстати, хочешь даже в гушу событий, там, для грузовика заминированных? Ну, пойдём. Это, кстати... Сначала засели. А мне нормально, безопасно будет. Ну, хотя вертолёт... Да, вон, он прям люксовый, он дорогущий вроде. Слушай, а почему... Подожди, стой, ты за... Ну, ладно, пойдём пока. Это. Так засели. Я же ведь хочу не в дежурный вышли в стерлину. А, слушай, забываю тебе ключики отдать. Я то их из пластилина вылепил. Слушай, а это вообще законно, то, что ты прилетел сюда на вертолёте? Я так понимаю, что... Нет, конечно, я должен быть там, но, среди этих грузовиков заминированных. Хотя я не отписывал то, что вылетел туда, но всё же. Да ты бесный вообще, слушай. То есть ты ради того, чтобы я увидел красивые кадры, скажем так, это... Через перископ, устроил мне тут вот эту вот экскурсию, блин. Ладно, пойдём, пойдём. Я там только когда садился, видел, как машина летела. Хух, слава богу, вертолёт цел, а то думаю, сейчас выйду из угла. Перевёрнутый, без хвоста, без винтов. Слушай, ну ты очень, это... Я бы даже сказал слово безответственно, ответственно подошёл к всему вообще. Хе-хе. Я-то как бы не против, лишь бы у тебя проблем не было. Хе-хе, сука. Э-э, 10.35, отправка кода... Ой-ой-ой-ой. Наверное, плохо говорить, когда управляешь, неудобно. Так, ну, кстати, эти три грузовика, они очень близко к твоей прошлой хате. Ну, относительно близко, то есть, Шентис Шорт, он же маленький. Главное, сейчас он... Ну, конечно, с высоты птичьего помёта такой маленький. А это, а чё за ситуация, вот, грузовик как-то, и чё? Не знаю, сначала тут уже три грузовика, а до этого был зелёный, который... Сейчас, сначала к тому месту, там, вроде бы, три шрифтских авто, там, сразу поймёшь, где это. Блин, я просто не дошёл... И второй вот сейчас с этим. Они, типа, заминированы, кто, чё, откуда информация, вот это все дела, вот, просто интересно. Ну, это информация из рации, пишут, что 10.20, заминированный вертолёт, вот, вот. Хе-хе, ты меня тут не пугай, заминированный вертолёт, блин. Вон там, вот, видишь, домики маленькие, спереди, вот, перекрёст, разворотик, ну, развил. А, да-да-да-да, вижу. Вон там вот рядом было. О, всё! О, видишь, там. Разминировалось, судя по звукам. Походу, всё взорвали, вон, а-ха! Походу, этот сапёр разминировал, вроде бы, снял, потом поднёс к шерифской машине и не разминировал. А чё произошло-то, кто такие, чё случилось-то? А, вообще, без понятия, я только сам проснулся, скажу так. Мне сказали в 17.00 на техобслуживание транспорта лётного идти, я такой, ну, бог. Тебя, подожди, телефончик. Алё! А, Эви, что у тебя там происходит? А ты откуда знаешь, что у меня там происходит? Да тут Эвил чё-то рассказывает. А-а-а! 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 Та-а-а! Прилетел Серёга на вертолёте и увёз бесплатно показывать кино, короче. Боевик, боевик, судя по всему, блин! Это, приезжай, короче, в кафе. В кафе? В какое кафе? Возле тринадцатого магазина. О, да, кстати, прикольно. Сейчас можно отвезти. А, понял, ладно, сейчас тут мы закончим, а то чё-то страшные вещи какие-то происходят. Да если шаг проезд, парашюта там сзади есть. Да, окей, понял. А ты откуда знаешь? У меня, видать, вообще ничего не... Не знаю. Ладно, я понял, как раз вот доедем до кафе. Да. Я смотрю, там внизу какая-то непростая ситуация, блин. А почему у военных на службе люксовый вертолёт для прогулок? Он не для прогулок. Просто я хотел взять Бузард, а до него бежать дальше. А машина для передвижения по аэропорту, а не стоять после ДВ, а... Бежать до ДВ, чтобы потом на машинке ехать для взлёта посадочной полосы для вертолёта Бузард, это глупо, поэтому... А люксовый вертолёт был близко. А зачем вообще, в принципе, военный люксовый вертолёт? Ну, как мы поняли, походу, всё рвануло. А мне в радость тут отписывают то, что я плохой. Ну... Я не отписал 10.35 ФЗ люксовый вертолёт. Ну, блин, я взял плохой пример чувака, который вообще это никогда не делает. И говорит то, что, а, мне и так норм, на меня вообще ничего, никто, ни для чего у меня вот это не отписывает, мне норм. Я чувствую себя каким-то важным дядем, которого вот на люксовом вертолёте теперь подвозят, как бизнесмен настоящий. Я, наверное, даже скоро могу тебе за такие прогулки денежки отстёгивать. Я только за Росе. Я тут турист. А, это исчезло. Так, ну чё, турист, куда полетим? Блин, вот когда я живу в Сэнди Шорнс, такой херни не было. И хорошо, наверное, вовремя свалил. Может быть, это конкуренты? Так точно. Так, такси, аэрлайнс, СНГ, довозят важную личность. Я важную птичность, блин, да, конечно. Лучше бы ты так не рисковал своей карьерой ради того, чтобы произвести на меня впечатление. Это я тебе говорю. Да нет, я так в прошлый раз сел, только в этот раз я сажусь уже тут. Там тебе места побольше. А до этого я вообще сел на ту маленькую кафешку, там тебе крышу хрустела. Понятненько. Блин, кстати, я вообще не помню, что б тебе летал на вертолётах, хранится. Да ой, щет, я бить похил инсургент. Как обшел, что он меня не увидел. Хрена себе. Думаешь, он тебя не увидел? Вертолёт ты хрен не увидишь. Сейчас вернётся, проверяй. Ну, на большой скорости я вообще ничего не вижу. Понятненько. Ладненько, мы пойдём тогда. А ты чё будешь дальше там мытаться? А я, я вот у меня сейчас моральные выборы, вообще выборы. Блин, мне переодеться и просить отпуск на время вашего перископерства. Ой, забей. Забей. Я думаю, сейчас последние... Последующие несколько дней я буду чаще на люди выходить. Бизнес наложим. Я и говорю тебе, чтобы уже официально, а то в прошлый раз я не официально, если бы я встретил ММПшников, это милитари полис. Один мне сказали, слэш дезертир, ты должен стоять на КПП или патрулировать на вертолёте. И хер для ты в гражданской одежде и хрень умаешься. Ладно, милитари дезертир, давай, короче, решай сам, а мы... А я никуда не дерусь. Сейчас я пойду, отпишу выренько, потому что я в отпуск ухожу и... Блин, какой-то беспокойный молодой человек. Здрасьте. Так, этого я не знаю. Здрасьте, рад вас видеться. О, здрасьте, как поездочка? Поездочка я чуть не родил, если честно. Прилетает такой Серёга на вертолёте и показывает Грюкино. Мне тут такое... Взади Шорс какие-то взрывы происходят. Он вчера на крышусь. Да вот ты рассказывал, да. Я вообще поражаюсь этому человеку. Такие вещи вытворяет, что, блин, аж это... Хватаюсь за кепку. За Панаму. Так, а чё за... А чё это за место, кстати? Я вот здесь не был ни разу. Кафешка. Кафешка. Я понял, просто Ларри так за прилавочком стоит по-хозяйству. Нормально. Бургер, короче, из кола. И... О, давай. За счёт заведения. Бургер, кола, да? Да. Ну, да. Вот бургер, кола, кола. На прилавке. Ой, спасибо. Рубаху выкинул случайно. Вам приятного аппетита. Так, я же адвокат. Там визиточки. Приятного аппетита. Падим. Ты не вот чё скажи. Что? Ты вообще сейчас чё здесь, тут работаешь, типа или чё это? Ну да, типа там. Ну тут миленько, да. Ёперный театр. Кто? Так блин, я тут просто-напросто читаю пейжи по приказам. Шерифский департамент, который находится в Сэнди, требует двух снайперов. Блин, а чё происходит вообще? В Сэнди какая-то заваруха жёсткая. Да тут то истребители паркуются на автостраде. Вертолёты... Не, ну вертолёт как бы теперь понятно, откуда многие растут. А истребители-то чё? Люди в халатах приходят такие с автоматами. По информации, в общем, поступало, что в Сэнди где-то был припаркован чёрный, чёрная машина с напичканной, с вовчаткой. Ааа. Ага. Ну это не насырут дело. Как минимум. Ааа, ещё информация потекала, что какой-то зелёный фургончик. Была в Вовчатка, повызывали туда этих сапёров. Ну кстати, а где Варь? Я увидел какой-то прокал. Да, вот мне сейчас тоже вот интересно, где он. Куда-то он, короче, протанулся и уехал сразу. Собственно, какие планы у тебя? Ну, на сегодня я хочу встретиться с Макикой, я ему там задолжал маленечко. Я его не видел давно. Да я тоже не видел, мне же как-то за него беспокоено, особенно после сегодняшних событий в Сэнди. А чё в Сэнди произошло? Да вот, говорю, на вертолётах там вон летели, мы сверху видели, что внизу взрывы какие-то жёсткие. Сейчас вот снайперов, говорят, там нанимают. Вчера ещё банк грабили в Сэнди. Чё там надо? Я даже больше скажу, я даже знаю, кто это грабил. Я тут не придём. Мы свалили просто, там повезло нам. Вовремя успели. Это был... информация, конечно, не сглашается, так скажем, в узком кругу людей. Это были шерифы. В смысле шерифы ограбили этот банк? Да. Ни хрена себе. Да. Вот это ты сейчас заявил, конечно. Как говорится, плюс того, что я работаю в госорчреждениях. С ума сойти. Хе-хе. Так, ладно, иди мой бургер. А, ты просил, да? Да. Да, Серёг, чё такое? Хочешь прикол? Рассказывай. Нужен сапёр в тери... В тери... Да, теперь ещё и сапёр нужен. Сапёр, да, продолжай. Вот, прикол. Нужен сапёр в шерифский департамент. Их заминировали, походу. Хэ, лол. С... Нормальная у тебя реакция. Типа, о, лол, заминировали шерифский департамент. Весело. Как? Типа, это же... Пройти с бомбой в крёбаный департамент. Хе-хе. Я удивлён. А, ну да, я правда лол. Это... И чё ты намерен делать? Сообщить тебе, чтоб ты был в курсе событий, а сейчас я вроде бы чё-то отписал за то, что хочу в отпуск на три часика, чтоб меня из этого Форда Занкуда выпустили и не сказали дезертир-расстрел. И в такой момент ты дезертир... В смысле, ты валишь, чтобы... Блин, бери вертолёт, прилетай обратно. Я пилот. Да. Какой я сапёр нахер? Ну, сверху понаблюдать. Там есть этот Энза, ученик мой. Эх, ладно. Я хотел тебя спровоцировать на ещё одну экскурсию, понаблюдать за этим всем. А, ну я, в принципе, ещё не сел, кстати. Эй, лол. Ну ладно, давай тогда. Позже, полетав на вертолёте несколько минуток на полета Бэй в поисках каких-то подозрительных действий, движений, мы толком ничего такого не заметили и, в принципе, на этом вся наша экскурсия, прогулка на вертолёте и закончилась. Вернувшись в кафешку, Эви попросил... Я. Эви. Попросил... Ой, господи. Эвила. Эвил и Эви. Эви и Эвил. Короче говоря, Эви... Я попросил Эвила, сука. Что я... Чтобы он отвез меня в город, потому что у меня машины-то нету, я сюда на вертолёте прилетел. А я хотел в город. Хотел купить немножечко одежды и сменить немножко стиль. И когда мы уже выезжали из полета, мы наткнулись вот на такой вот кадр. Так вот, хочу себе немножко что-нибудь, знаешь, стильное прикупить. Да и подстричься, наверное. Да и вообще изменить себе это... Имидж. Да. Ага. Ну, как скажем, более привлекательно быть. Опа. Чё там происходит? Ём моё. Убили тоже. Как бы у меня сейчас что-то в департаменте шерифов не вызвали. А чё-то вообще прям гипер-мега-агрессивное происходит, да? Ну так это... Сейчас у них такие, скажем, тёрочки начались с подвешниками. Именно рода. С подвешниками? Ух ё. Да. А чё, они департамент шерифский против полиции наяривают, что ли? Ну, типа да. По идее, хотя они должны быть типа вместе, а получается так, что они поссорились и сейчас кипыш принимаются везде. Ну, я, конечно, наслышал о том, что всякие там, знаешь, фиб, полицейские там и, не знаю, какие ещё там внутренние, как это называется, подразделения, они между собой не особо дружат. Потому что постоянно друг на друга то одеяло перетягивают, то скидывают ненужное и вот постоянно вот эти конфликты. Ну, что бы шерифский департамент между полицейским? Ну, это чё-то новенькое. А как раз у них между особочками, так скажем, разные департаменты, они что-то, как говорится, не поделят. То ли территорию, то ли что-то непонятно. Ну, по территорию делят вообще юридическим путём. Слушай, а тут нет ли такого, что ты руку приложил? Слава Богу, нет. Наше поведительство руку приложило. Смотреть на... Мне, получается, по-юридически вот как раз и поделите то ли таким образом, что есть несогласные люди. Понятно. Просто получается так, что шерифы, они владеют абсолютно практически всей территорией, не считая гетто. И, вот, им, получается, не понравилось непосредственно подэшникам. Честно сказать, я вообще без понятия, что в итоге там происходило. Какая-то несуразица, сумбур. Откуда всё это ноги растут, тоже неясно. Но хаос определённый в городе был. И, вроде как, здесь всё было в рамках РП. На Маджестике, конечно, экшона вообще хватает. Я в этом уже неоднократно убедился. Типичные проблемы богатых. Улетел на вертолёте из города, машину оставил в городе, да. О, какой домик хороший. Да? Я бы все дома здесь скупил нахрен. Я не эксперт, но, по-моему, надо вызвать полицию. Надо, но это не наш, его экзистер. В смысле? Это государственный долг, между прочим? В смысле? Там человека грабят откровенно. Щас я напишу. Давай, давай, давай. Копать, хоронить, блин. Как так-то? Надо было их запомнить. Они фиолетовые, я запомнил. Это было возле магазина 24 на 7, 16-ый... Как это назвать? 16-ый, короче, магазин. Слушай, мы можем встрять, если мы будем щёлкать клювом. Я тебя абсолютно понимаю, но, блин, не долго это. Блин, среди бела дня грабят прямо вот, не стесняются. А вдруг мы такие вот крыса подъехали. Ну, типа, начали там тоже защищать. Блин, как же рассыпать. Можно было бы, конечно, защищать, но у меня, к сожалению, нет разрешения ношения оружия. Да и у нас, как бы, кроме красноречия, ничего такого нету. Ну да. Ну, селяви, как говорится, вызывает сильнейший. Эх, жалко. Альтруистом ещё себя называют. Надеюсь, они его не убили. Эх! Вот такое вот сумбурное начало дня у меня получилось. А на этом пока что всё, ребятки. Если вам понравилось, обязательно ставьте пальцы вверх. Заглядывайте в описание, там очень много полезных ссылок. Прям полезных, понимаете? Слову о синхоре, которое вы только что видели, там новое обновление вышло. По крайней мере, пытается. Для рейджа, вроде как, скоро будет нормальная синхронизация, но это не точно. Будем, как говорится, посмотреть. Ну а у паратурной техники был Леон. Всем удачки. Всем пока. Всем торта. Хе-хе-хе. Дальше интереснее. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok